Мошенничество 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 Приходит смс, человек открывает смс, и тут же с этим смс поступает телефон-вирус, который проникает в мобильный банк. Соответственно, телефон привязан к счету, к карте. Вирус уже сам самостоятельно, без ведома человека, открывает счет, открывает денежные средства, уходит через различные транзакции, уходит мошенником. Последнее преступление было 17 тысяч, ушло таким способом. Есть люди сами становятся жертвой мошенников. Допустим, было заявление на этой неделе о прошедшей женщина, испытывая определенные душевные трудности, жизненные трудности. На сайте интернета нашла сайт экстрасенсов, посчитала, что ей данные специалисты смогут помочь, оставила заявку с указанием своих данных. С ней связались, сказали, что да, выяснили проблемы, выяснили причины, сказали, что с ней будет работать экстрасенс такой-то, фамилию, именчество экстрасенс назвали. С ней связалась женщина, сказала, что на вас наложено проклятие, чтобы его снять нужен откуп, 137 тысяч с копейками. Женщина таких денег не было, пошла, взяла кредит в банке и перечислила. То есть, здесь вот такой способ. Приведу пример, как, скажем так, впервые в нашем районе это было, в городе Заволжье. Потерпевшие находились дома, к ним звонок в дверь, приходит мужчина, представляется работником энергосетей, говорит, что идет акция, меняет лампочки в доме. Ну, меняет, меняет, то есть он заменил 6 лампочек, сказал, что с вас 6 тысяч. Человек отдает 6 тысяч, уходит, потом какое-то время проходит, осознает, что лампочки не могут стоить, каждый лампочек по тысяче рублей, сообщает нам по 0,2. Но это уже прошло определенное время, приметы скудные, первоначальными мероприятиями проведенными, установить его не присталось возможности, то есть видео, наблюдения и так далее. То есть вот такое преступление имело место быть, то есть тоже возможно дело. Вот часто ли вообще удается раскрывать такие преступления? К сожалению, IT сложно, вот эти вот интернет-мошенничества очень сложно, потому что, как правило, это все находится за рубежом, даже лица, звонившие, и куда деньги уходят. Деньги находятся и на Украине, и могут находиться в Казахстане, там, допустим, Белоруссии, или в странах Европы, и Америки даже, потому что когда проводим дальнейшие мероприятия, устанавливаем счет, на который деньги перешли, телефон, с которого звонили, у нас были звонки из Англии, у нас были звонки из Украины, из Чехии и так далее, то есть разных мест. Поэтому понимайте сами, что деньги, которые граждане переводят, они идут различными платежами через несколько транзакций по разным городам. То есть деньги человек переводит, они сначала могут уйти в Владивосток, из Владивостока в Калининград, из Калининграда еще куда-нибудь. То есть пока, к сожалению, вот этот вот вид мошенничества раскрывается трудно. А вот как он называется? Контактный он как раскрывается? Контактный раскрывается, если чем быстрее гражданин обратится в отдел полиции, здесь уже играет время-время, то есть роль очень большая. То есть дальше идет реакция сотрудников, то есть мы перекрываем какие-то входы-выходы из города, приметы, ориентируем наружные службы, смотрим видеонаблюдения, если есть, оно имеется по приметам, задерживаем, такие задержания у нас есть, были, то есть я надеюсь будут. А вот сколько вообще преступлений по мошенничеству зарегистрировано в этом году в городецком районе? Значит, в этом году было совершено 92 преступления, из них раскрыто 32. Кто чаще всего попадается на уловки мошенников? Значит, спектр самый разный. Значит, и молодые люди, и средний возраст, и пенсионеры. То есть все зависит от вида мошенничества, способа, значит, преступных действий, вот, и характеры потерпевших. Если молодые люди, это связано в основном с интернетом, потому что все выкладывают свои личные данные в соцсетях, вконтакте, в инстаграме, в одноклассниках и так далее, указывают там и свои фотографии, данные, имя и отчество, телефон свой, друзей своих. Вот, поэтому мошенникам ничего не стоит анализировать интернет и блокировать, допустим, или взламывать страницы, просить там привезти деньги и так далее. Со страницы там мобильной банки. Средний возраст, в основном, звонки связаны с работой, связаны с исполнением каких-то обязанностей, соцуслугами и так далее. Ну, а пожилой возраст, это люди, которых легко вот эти вот контактные мошенники. И как все-таки себя обезопасить? Несколько советов дайте, пожалуйста. Ну, во-первых, если идут какие-то звонки от сотрудников банков, сразу выключать телефон, сбрасывайте номер, то есть ни один сотрудник банка никогда к вам не позвонит на номер, никогда. То есть это может быть или какая-то рассылка быть от банка, от банковских работников, или это может быть объявления какие-то, но никто не будет вам звонить, то есть это сразу, имейте в виду, что это мошенники. Если идет звонок, вас называют по имя и отчеству, и говорят, что ваш родственник попал в беду, то же самое, бросайте телефон и сразу же набирайте своим детям, внукам и так далее, то есть чтобы узнать их местонахождение, их состояние. С привязкой к мобильному банку не открывать незнакомые вам номера, не открывать незнакомые вам спамы, вот эти вот сообщения и так далее. И самое главное, в контактных мошенничествах не пускать никого всегда домой. Ну, и, наверное, быть недоверчивыми все-таки. У нас ведь люди простые, добрые, доверчивые. К сожалению, мошенники, это хорошие психологи, которые работают на наших чувствах. Спасибо вам за интервью. И напомню, сегодня у нас в гостях был исполняющий обязанности начальника полиции Межмуниципального отдела МВД России Городецкий Сергей Романов.